С 1 апреля текущего года Россия потребовала оплаты своего газа в рублях от всех недружественных стран. Это стало ответной мерой на введенные западом санкции против Москвы после начала спецоперации на Украине. Благодаря новой схеме на биржу выходит новый большой покупатель рублей, что должно подставить плечо российской валюте. Торговля за рубли будет означать, что все финансовые потоки будут существовать исключительно внутри России, внутри российской юрисдикции. И никто не сможет извне наложить лапу на эти финансовые потоки. Конечным результатом должна стать возможность использовать рубль непосредственно как международное платежное средство, то есть расплачиваться с иностранными поставщиками рублями, а не валютой. Теперь недружественные покупатели газа действуют в рамках такой схемы. Сначала отправляют доллар и евро на их новые расчетные счета, открытые в Газпромбанке. После этого сам банк переведет их валюту в рубли на Мосбирже. Затем отправят получившуюся сумму на тот же счет компании. Компания расплатится за газ этими рублями. Если организации откажутся платить по новой схеме, Российская Федерация будет считать, что они не выполнили свои обязательства. В результате газовые контракты могут быть остановлены. На сегодняшний день Газпром объявил о полном прекращении поставок газа в Финляндию, Эстонию, Польшу и Болгарию в связи с отказом этих стран от перехода к оплате за рубли. Согласно данным Bloomberg, 10 стран покупателей российского газа из Европы открыли счета в Газпромбанке. Четыре из них уже провели оплату. Сербия, Молдавия, Республика Белоруссия и Венгрия. Какие будут остальные страны, пока неизвестно. Алина Красильникова, Универньюз.